Приветствую вас, аноним. Первый разный вопрос, который я хотел бы вам задать, заключается в том, для чего мужчине обменяют свое поведение, зачем ему это? То есть, в прямом смысле слова, какой у него мотив должен быть, какая у него мотивация досталась, что это менять? Его нужно замотивировать, аноним. Если вы человека не замотивировали, или если вы не можете замотивировать человека и менять свое поведение, то это как бы просто факт, это не проблема, это не плохо и не хорошо, это просто данность. Следующее. Мужчина, судя по тому, что вы говорите, не волнует ваши потребности. И это вопрос к вам самой. Как вы воспринимаете, собственно говоря, свои потребности? Как вы сами занимаетесь? Вероятно, ключик к решению проблемы здесь. Следующий важный момент, это контекст, контекст взаимодействия с вами. С вами у мужчины и вас с мужчиной. Понимаете, если ваше взаимодействие основано, например, только на сексе, допустим. Или ваше общение, ваше взаимодействие, точнее, основано пусть и не только на сексе, но все же на каких-то таких вот, быть может, чисто гендерных проявлениях, то нет ничего удивительного в том, что интерес мужчины к вам пропал. Потому что сексуальный интерес поддерживает личность. Поддерживает именно, как бы, тело личности. Понимаете? Какая штука? То есть, если вы не проявляете себя в полной меры, то есть, если вы не проявляете себя в полной меры. Как личность? Вот. Говоря в полной мере, я имею в виду, адекватно для молодого человека, то есть, чтобы молодого человека это посчитал, то сексуальный интерес пойдет на нет. Еще один достаточно важный момент заключается в совпадении моделей сексуального поведения, в совпадении темпераментов и в общей гармонии взаимодействия. Дело в том, что, образно говоря, сексом люди занимаются основываясь на своих чувствах, как вы понимаете, и на своих желаниях, как вы тоже понимаете. Если между людьми по разным причинам мало именно чувственного взаимодействия, если между людьми мало чувственного взаимодействия, то могут быть серьезные проблемы. А, и сексуальные интересы, так вот, тут может встать. Следующий важный момент заключается в том, что... Ну, условно говоря, вот, условно говоря, Люди... Хочет... Хочет... Заниматься сексом... Заниматься сексом... Как правило... Когда... 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 Чувствуют... Себя... В... 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 и так далее. Здесь скорее о своих потребностях можно и нужно говорить, но на мой взгляд этого мало, то есть этого не достаточно нужно еще говорить и о самом человеке и стараться понять его. С другой стороны, то, что вы описываете больше похоже на нехватку, что называется, площадью взаимодействия между вами. То, что вы описываете, к сожалению, в большей степени похоже на то, что молодой человек просто потерял к вам интерес. Вот, так это выглядит, по крайней мере. И это, конечно, весна печальна, то, что это так, весна печальна. Вот, но в целом, в целом вы можете это исправить. Вы можете изменить эту ситуацию, если разберете в себе, если, например, не будете реагировать на действия молодого человека так, как реагируете сейчас. Вот, и самое главное, что у вас, на мой взгляд, есть вот какое-то то ли чисто вины, то ли чисто долга по отношению к человеку, это вот то, что мешает очень сильно так. Потому что, ну, никакого долга вас перед ним нет. То есть, чувство вины перед ним, как бы, вас, ну, тоже быть не должно. Но, если оно есть, и именно оно, это чувство вас как-то вот мотивирует, надо, чтобы пренебрегать своими интересами. Вот, то в первую очередь с этим нужно и работать, потому что до тех пор, пока ситуация будет в таком ключе, у вас ничего не изменится. Молодой человек, он, скорее всего, почувствовал, что вы ощущаете себя должным ему, и он это использовал. Ну, винить, именно винить молодого человека за подробного или из-за подробного, наверное, не стоит, наверное, не стоит. Потому что, если можно, а ему именно можно, то почему бы и нет. Вот, собственно, такой ответ. Идеального решения здесь, я надеюсь, как вы понимаете, нет. Идеальных решений здесь нет, и быть не может. Есть только, пробовать вспоминать себя, да, и вести себя наиболее естественным опытом. И перестать делать то, чего делать вы не хотите. На этом все, я надеюсь, что помогло. Я желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.